На Израиля вели лепота Его, на уме зрящем красоту славы самого Бога, сколько это возможно, и сила Его на облаках, на душах светозрачных, воутрии стеряющих зворствой сидящего одесную Отца, которая, осеивая их, подобно тому, как солнце озаряет лучами своими чистые облака, являет достолюбезнейшими. 36. Согрешающий, един погубит благостыню многу, говорит Божественное Писание, Екклесиас 9, 18. И ум, согрешая, погубляет то, о чем написано в предыдущей главе эти небесные питья и брашна. 37. Не сильнее мы Самсона, не премудрие Соломона, не разумнее Давида Блаженного, не более Петра Верховного любим мы Бога, да не надеемся же на самих себя, ибо Писание говорит, что надеющийся на себя самого падет падением ужасным. 38. Научимся от Христа смиренно мудрию, от Давида смирению, от Петра плакать о случающихся падениях, но не отчаиваться, подобно Самсону Иудии, весьма премудрому Соломону. 39. Дьявол, как лев, рыкая, ходит со своими полчищами, ища кого поглотить. 40. Да не пресекается же у нас никогда сердечное внимание, трезвение, прикословие к помыслам и молитва ко Христу Иисусу Богу нашему. 41. Ибо лучшей помощи, кроме Иисусовой, не найти тебе во всю жизнь твою, потому что только Он один Господь, как Бог, знает демонские ковы, обходы и лукавства. 40. Дерзновенно же да уповает душа на Христа, да призывает Его врагов же отнюдь, да не страшится. Ибо ни одна воюет, но со страшным Царем Иисусом Христом, Творцом всего сущего, бестелесного и телесного, видимого и невидимого. Как дождь, с чем в большем количестве не спадает на землю, тем более умягчает ее. Так и Святое Имя Христово, без помыслов нами возглашаемо, чем чаще призываем Его, тем более умягчает сердце нашего землю, преисполняя его радости и веселья. Неопытным хорошо знать и то, что мы, и дебилы, и к земле поникшие телом, и мудрованием врагов своих, бестелесных и невидимых, зложелательных и мудрых на озлобление, скорых и легких, искусившихся в брани, какую ведут от Адама до ныне, не другим каким способом имеем возможность победить, как только непрестанным трезвением ума и призыванием Иисуса Христа, Бога и Творца нашего. Для неопытных молитва Иисус Христово добует возбуждением и руководством к испытанию и познанию добра. Для опытных же самый лучший наставник в добре есть деяние, испытание делом и вкушение добра. Как дитя мало и не лукаво, видя, как иной выделывает какие-либо фантазии, утешается тем, и понезлобию своему последует за этим дивотворцем. Так и душа наша, будучи проста и блага, ибо такой и создано от благого владыки своего, услаждается мечтательными прилогами дьявола и, обобщаясь ими, подбегает к нему злокозненному, вот так доброму, как голубица, к расставляющему сети для ее птенцов, и смешивает таким образом свои помыслы с мечтанием бесовского прилога. Если это будет лицо красивой женщины или другое, что за поведями Христовыми совершенно запрещенное, то замышляет как бы ухитриться и в дело привесть то, что внушила представившаяся красота, а потом дошедший до сосложения с помыслом тем, она уже и в дело посредством тела проводит вообразившийся ей в мысли беззаконие на осуждение себе. Такова хитрость лукавого, и с такими-то стрелами аядотворяет он всякую добычу. Посему небезопасно, прежде приобретения умом большой опытности в брани, попускать помыслом, входить в сердце наше, особенно в начале, когда душа наша еще сочувствует демонским прилогам, то услаждается ими и охотно устремляется вслед их. Но должно, как только они будут созданы, в тот же самый момент нахождения их и прирожения отсекать их. Когда же ум, долгое время пребывая в таком дивном делании, обучится этому подвигу, все в нем разузнает и навык приобретет в ведении такой брани, так что верно будет распознавать помыслы, и, как говорит пророк, будет в состоянии легко ловить лисенят, песня 2.15. Тогда можно искусно попускать им входить внутрь, сражаться с ними с помощью Христовую, обличать и извергать вон. 45. Страница 168. Второй том добротолюбия преподобного Исихия. Как невозможно по одному каналу вместе проходить огню и воде, так невозможно греху войти в сердце, если он не постучится прежде в дверь сердца мечтанием лукавого прилога. Первое есть прилог. Второе сочетание, когда наши помыслы и помыслы лукавых демонов смешиваются. Третье сосложение, когда обоего рода помыслы сговорятся на зло и порешат между собою, как к нему быть. Четвертое же есть чувственное деяние или грех. Итак, если ум, трезвенствуя, внимает себе и посредством прикословия, и призывания Господа Иисуса прогоняет прилог самого его прирожения, то ничего из того, что обычно следует за ним, уже не бывает, ибо лукавый, будучи умом бестелесным, не иначе может превращать души, как через мечтания и помыслы. Из этих действий о прилоге говорит Давид. «Воутрия избивах все грешные земли» Великий же Моисей говорит о сосложении, да не смесившись с ними. Исход 23.32 «Ум с умом невидимо сцепляется на борьбу, ум демонский с нашим. Поэтому каждую минуту нужно из глубины души взывать ко Христу, чтобы он отогнал ум демонский, да быть уже победной даровал нам, как человека любец». «Образом сердечного безмолвия, да будет тебе держащий в руках зеркало и внимательно смотрящий в него. И тогда, когда ты станешь подражать ему, увидишь ты, как мысленно написуется в сердце твоем и худое, и доброе. «Блюди всегда, чтобы никогда никакого помысла не иметь в сердце своем, ни непотребного, ни благовидного, дабы таким образом удобно было тебе узнавать иноплеменников, то есть первородных сынов египетских». Разумеется, прилоги. Пятьдесят «Сколь благо, приятно, светло, сладостно, вседобротно, яснозрачно, весело лица и прекрасно добродетель трезвения, тобою, Христе Боже, благоуправляемая человеческим умом, в великом смирении бодренно проходимая. Ибо она до моря глубины созерцаний простирает ветер свои, и до рек сладких божественных тайн отрасли свои, напаяет, орошает, освежает ум с давнего времени полимый нечестием от солености лукавых помыслов бесовских и неистового мудрования плоти, в коем смерть». Трезвение подобно лестнице Иакова, наверху которой воссидит Бог и по которой ходят ангелы. Оно исторгает из нас всякое зло, оттекает многословие, злословие, оклеветание и весь каталог список чувственных страстей, не терпя и на короткое время лишиться собственности своей сладости. И вот, братья мои, будем проходить всеусердно, но чистые во Христе Иисусе мыслию, паря в видениях Его, будем поддерживать и зрение своих прегрешений, и прежней жизни, чтобы в памяти грехов своих, будучи сокрушаемы и смиряемы, имели мы в мысленной брани неотступной помощи Иисуса Христа, Бога нашего. Ибо, коль скоро за гордость, или тщеславие, или самолюбие лишимся мы помощи Иисусовой, то лишимся вместе с темы чистоты сердечной, посредством которой дает познать себя человеку Бог, так как по обетованию первая есть причина второго – чистота сердца – боговидение. Ум, не родящий о своем сокровенном делании, вместе с другими благами от непрестанного упражнения в хранении себя происходящими, обретает и то, что пять чувств телесных не будут у него с поспешниками искушений греховных, приходящих совне. Внимая всецело своей добродетели трезвения и добрыми всегда, желая услаждаться помышлениями, не попускает он пяти чувствам окрадывать себя через вход к себе путем их вещественных и суетных помыслов, но, зная, какие случаются через них обольщения, с сильным напряжением обуздывает их извнутрь. 54. Пребывая во внимании ума, и не будешь преутружден искушениями, отступая же от него, терпи, что найдет. Как для потерявших аппетит и чувствующих отвращение к пище полезна горькая полынь, так для злонравных полезно терпеть злоключение. И если не хочешь зло страдать, не хотя и зло делать, не хоти, потому что первый неотступно следует за последним. Что кто сеет, то и пожнет. Так, когда мы добровольно, сея зло против воли, пожинаем скорбное, то должны и дивиться в этом правосудии Божию. 57. Ослепляется ум тремя следующими страстями – сребролюбием, тщеславием и сластолюбием. Ведение и вера совоспитанники естества нашего не от другого чего, как от них отупели. 59. Ярость и гнев, брань и убийства, и весь каталог, список прочих страстей через них сильно утвердились в людях. 60. Незнающий истины не может и веровать истинно, потому что знание, естественно, предшествует вере. Что сказано в Писании, сказано не для того, чтобы мы знали только, но чтобы и делали то. Начнем же делать, так постепенно преуспевая найдем, что упование на Бога, твердая вера, внутреннее ведение, избавление от искушений, благодатные дарования, сердечные исповедания, обильные слезы доставляются верующим молитвою. И не только это, но и терпение, находящих при скорбности, искреннее прощение ближнему, и разумение духовного закона, и обретение закона правды Божией, и Духа Святого Наития, и духовных сокровищ подаяния, и все это, все, что обетовал Бог верующим, и здесь, и в будущем веке. Одним словом, невозможно душе, иначе, являться сущую по образу Божию, как благодатью Божией и верою человека, сердца, пребывающего в глубоком смирении, и в нерассеянной молитве. Великое воистину благо из опыта прияли мы, то, чтобы непрестанно призывать Господа Иисуса на мысленных супостатов, если желает кто очистить сердце свое. И смотри, как сказанное мною из опыта слово согласно свидетельствам Писания. Приготов, говорит оно, призывать Господа Бога твоего, Израиль, Амос 4, 12 Апостол также говорит непрестанно, молитесь, и Господь нам обещает, без меня не можете делать ничего. Кто прибудет во мне, и я в нем, тот принесет много плода. Если кто во мне не прибудет, извергнется вон, как ветвь иссохшая. Великое благо молитва, все блага в себе совмещающие, поскольку очищает сердце, в котором верующими узревается Бог, поскольку сокровище смиренно мудре, высокотворно и Богу лебезно, имеет силу истреблять всякое зло в нас, и все Богу ненавистное, то этого ради неудобно стяживается. Удобно, может быть, найдешь ты в ином человеке частное некие деяния многих добродетелей, но поискав в нем благоухание, смирение, едва ли найдешь его. Потому много потребно родений и усилий, чтобы стяжать это сокровище. Писание дьявола называет нечистым за то, что с самого начала отверг он это благое сокровище смиренно мудре и возлюбил гордость. За это одно везде в Писании называется он нечистым духом. Ибо какую телесную нечистоту могло бы учинить существо совершенно невещественное, бесплотное и нечленосоставное, чтобы ради этого называться нечистым? Явно, что за гордость и назван он нечистым. И из чистого и светлого ангела прозван скверным, нечист перед Богом всякий высокосердый. Притя 16.5. Первый грех в Писании есть в гордыне. В тирах 10.15. Что фараон говорил? Бога твоего не зная, Израиля не отпущу. Исход 5.2. Говорил, как гордый. Есть много действий ума, могущих искать нам благий дар смиренно мудре. Если не будем не родить о своем спасении, как то воспоминание согрешений, словом, делом, помышлением, и другое многое, мысленно пересматриваемое, поспешистует к смиренно мудрею, располагает к истинному смирению и то, когда кто вращает в уме непрестанно добродетели ближних и другие естественные их преимущества, превозносит, сравнивая свое с ихним. Видя таким образом ясно в уме в своем свою худость и то, сколько отстоит у нас совершенства других, человек, естественно, станет считать себя землею и пеплом, и даже не человеком, а псом неким, потому что от всех на земле сущих разумных тварей во всем отстает, и всех их скуднее и нещетнее. Ищетнее 65. Уста Христовы, столб церкви, великий отец наш Василий говорит, великое пособие к тому, чтобы не грешить и на другой день не впадать опять в то же есть, по окончании дня подвергать суду совести себя самих и все свое, чтобы видеть, в чем мы проступились и в чем поступили правильно. Так поступал и Ио, как в отношении к себе самому, так и в отношении к детям своим. Такое каждодневное разбирательство освещает и то, что бывает у нас каждочастно, или научает каждочастному разбирательству, чтобы видеть, как должно действовать каждый час. Другой же некто, преподобный Нил Синайский, также из мудрых в божественных вещах сказал, начало подоносит свет, а начало деятельной жизни воздержания. Восприимем же воздержание и притом мерой и весом, как учат отцы, и весь день, двенадцатичастный, будем проходить в хранении ума. Действуя так, мы при помощи Божией с неким себя нуждением возможем угасить и умолить в себе зло. Ибо с нуждением себя стяживается добродетельное житие, за которое дастся Царствие Небесное. Путь к ведению есть без страсти и смирения, без которых никто не увидит Господа. Непрестанно пребывающий во внутреннем своем и там всегда вращающийся целомудрием, целомудрствует, и не только это, но еще и созерцательствует, и богословствует, и молится. И это-то есть, о чем говорит апостол, духом ходите, и похоти плотки не совершайте. Не умеющий шествовать духовным путем не заботится о страстных помышлениях, то есть гонит их от себя, но все занят бывает только телом, или чрево угодничает, и распутничает, или опечаливается, гневается, и злопамятствует, и через то омрачает ум, или начинающий измерные подвиги расстраивает сердце. Отрекшийся от житейского, то есть от жены, имения и прочего, внешнего лишь человека, сделал монахом внешнего, а не и внутреннего. Но кто отрекся от страстных помыслах, о всем этом, тот сделался монахом, и внутреннего человека сделал, который есть ум. И такой есть истинный монах. Внешнего человека легко сделать монахом, если захочешь. Но немал труд сделать монахом человека внутреннего. Кто есть вроде всем, совершенно освободившийся от страстных помыслов и непрестанно исподобившийся молитвам, чистой и невесчестенной, что и есть отличительная черта внутреннего человека. Много страстей сокрыто в душах наших, но обличают они себя только тогда, когда и являются на глаза причиной их предметы-поводы. Не все занимаются телесным обучением, но определив для тела посильным подвиг. Весь ум обрати на внутреннее. Телесное обучение мало полезно, а благочестие на все полезно. При бездействии страстей, потому только что, или причины их предметы-поводы устранены, или демоны коварно отступили, порождается гордость. 75. Смирение и злострадание, подвижнические телесные лишения, освобождают человека от всякого греха, то душевное отсекая страсти, а это телесное. Посему Господь говорит, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, и Его самого, и сущие в Нем сокровища, когда любовью воздержанием очистят себя. И это тем более, чем более будет увеличивать свое ощущение. Созерцалище обсерватории, обзорная башня, словец о всякой добродетели, есть хранение ума, как древле страж Давидов обозначал обрезание сердца. Второе царство, 17-24. Как на чувственно, вредное, смотря, повреждаемся, так бывает и в отношении к умственному. Как повредившись сердцевину растения, все то истушает, так разумея сердцу человеческом. Ежеминутно надо обнимать, потому что хищники не дремлют. Господь желая показать, что всякая заповедь обязательна, и что сына положения есть дар, заслуженный людям, собственно, его кровью, говорит, и когда сделаете все повеленное, тогда, говорите, мы рабы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Поэтому Царствие Небесное не есть награда за дела, благостный дар владыки, уготованный верным рабам. Раб не требует свободы, как награды, но, получив ее, благодарит, как должник, а не получив, ожидает, как милости. Восемьдесят. Христос по Писанию умер за грехи наши, и рабам, добре работающие Богу, дарует свободу, ибо говорит, добре, раб благое и верно, в малом ты был верным, над многим тебя поставлю, войди в радость Господа твоего. Но верным раб бывает не тот, который опирается на голом знании долга рабского, а тот, который показывает верность послушанием Христу, давшему заповедь. Чтуще Господина своего творит повеленное им, погрешив же в чем-либо или прислушав, терпит, как должное ему, то, что за это бывает с ним, будучи любознателен, будь и трудолюбив, разумеется, в исполнении заповедей. Ибо одно голое знание надмивает человека. Восемьдесят два. Неожиданно случающиеся с нами искушения промыслительно научают нас быть трудолюбивыми. Принадлежность звезды свет, что около ее. А благочестивого и богобоязненного принадлежность нищета и смирения, поскольку ни другому, чему положено быть распознавательным и показательным признаком учеников Христовых, как смиренному мудрованию и уничиженному виду. Об этом повсюду вопию четыре Евангелия. Кто же не так, то есть не смиренно живет, тот лишается части того, кто смирил себя до креста и смерти. И кто есть деятельный евангельский законоположитель божественных заповедей, показавший обязательные для нас заповеди, делом и жизнью, изображается во Евангелиях. Жаждущие, идите на воду, говорит пророк. Жаждущие Бога, ходите в чистоте ума и сердца. Впрочем, высоко через нее парящему должно обращать взоры на землю своего нищенства. Никого нет выше смиренного, как там, где нет света, все темно и мрачно, так и когда нет смиренно мудрее, все наши тщеливые по Богу труды суетные и бесплодные. 85. Конец же слова все слушай Бога, бойся и заповеди его храни. Икреся с 12.13. И мысленно, и чувственно. Если мысленно будешь принуждать себя соблюдать их, то редко будешь иметь нужду в чувственных ради их трудах. Давид говорит, «Я же сотворить волю твою восхотех и закон твой посреди чрева моего». Псалом 39.9. «И если не сотворит человек воли Божией и законы его посреди чрева, то есть посреди сердца, то и в ней не может он удобно исполнять его. Не трезвенствующий и равнодушный, как бы так говорит Богу, путей твоих видеть не хочу». Ева 21.14. Конечно, по оскудению божественного просвещения, причастное которого не только убеждением содержит в сердце закон, но и достаточно силен бывает жить по-божьему. «Как чувственная соль услаждает хлеб и всякую пищу, охраняет мясо от порчи и сохраняет его неповрежденным надолго, так разумея и об умном хранении мысленной сладости и дивного в сердце делания. Ибо оно божественно услаждает и внутреннего, и внешнего человека, прогоняет зловоние худых помыслов и сохраняет нас постоянными в добре. От прилога множество помыслов, а от этих худое дело чувственное, точность погашающейся Иисусом первое, избег и последующего. И обогатится он сладостным божественным ведением, которому всюду присущ будет зреть Бога и, поставив против него зеркало ума, освещаться им подобно чистому стеклу, поставленному против чувственного солнца. Тогда, наконец, ум, достигнув последнего предела своих желаний, почиит от всякого другого в себе созерцания. Поскольку всякий помысл входит в сердце через воображение чего-либо чувственного, чувственное же мешает умственному, то божественный свет божества тогда уже начинает осеевать ум, когда он упразднится от всего и сделается совершенно безвидным, никакого вида и образа не представляющим. Ибо светлость-то проявляется в чистом уже уме под условием оскудения его от всяких помышлений. Девяносто. Насколько бдительно внемлишь уму, настолько с теплым желанием будешь молиться Иисусу. И опять, насколько небрежно взираешь за умом, настолько отдалишься и от Иисуса. И как первое сильно освещает воздух ума, так последнее уклонение от трезвения и сладостного призывания Иисуса обыкновенно совсем омрачает его. Естественно, этому делу быть так, как мы сказали, и иначе оно не бывает. Это узнаешь ты из опыта, когда делом испытаешь. Ибо добродетели, особенно такое святородное, сладостное дело необыкновенно, не иначе изучается, как опытом. Непрестанное, с теплым неким желанием, полным сладости и радования призывания Иисуса производит то, что воздух сердца от крайнего внимания исполняется от радной тишины, тогда же, чтобы сердце совершенно очистилось. Виновником бывает Иисус Христос, Сын Божий и Бог, всего доброго виновник и Творец. Ибо Он сам говорит, «Я Господь, Бог, творящий мир!» Исайя 45, 7. Душа, будучи благодетельствуемой и услаждаемой Иисусом, с радованием неким и любовью воздает благодетелю исповеданием, благодаря ей и с весельем призывая умиротворившего ее. Ибо внутри себя мысленно видит, как Он развивает мечтания злых духов. «И возре, — говорит Давид, — умное око мое, намысленных врагов моих и восстающих на меня лукавнующих услышит ухо мое». Псалом 91, 12. «И воздаяние грешникам зрел я от Бога во мне совершающемся. Когда же нет никаких мечтаний сердца, тогда ум стоит в естественном своем чине, готов, будучи, подвигнуться на всякое сладостное созерцание духовное и боголюбивое». Таким образом, как я сказал, трезвение и молитва Иисусова взаимно входят в состав друг друга. Крайнее внимание — состав непрестанной молитвы. А молитва опять — состав крайнего в уме, трезвения и внимания. 95. «Добрый педагог и тело и душе есть незабвенная память о смерти, и то, чтобы, минуя все посреди сущей, то есть между настоящей минутой и часной смерти, ее всегда пред собою зречь, и тот самый одр, на котором умеем лежать, разлучаясь с телом и прочее. Нельзя брать и предавать сосну тому, кто хочет всегда пребывать неуязвленным. Но одно из двух неизбежно — или пасть и погибнуть, обнажившись от добродетелей, или всегда стоять на страже с вооруженным умом, так как и враг всегда стоит со своим ополчением, подстерегая. Рождается в уме нашем Божественное некое состояние от непрестанного памятования и призывания Господа нашего Иисуса Христа, если не будем не родить о всегдашнем к Нему во уме молении, о непрерывном трезвении и о приставническом или превратническом деле, то есть своих пропускать, а чужих отгонять. Но воистину одно и одинаковым образом совершаемое всегда будет иметь дело призывание Иисуса Христа Господа нашего с горением сердца, взывая к Нему. Да даст Он нам причастись, а вкусить святого имени Своего, чтобы оно в сердце внедрилось. Ибо учащие, частое повторение одного и того же, есть Матерь навыка учащения как в отношении к добродетели, так и в отношении к пороку. А навыков потом державствует, как природа. Прошедший в такое состояние пришедший, ум сам уже ищет супостатов, как звероломный пес-зайца в кустах. Но сей ищет для того, чтобы пожрать, а тот, чтобы поразить и разогнать. Итак, всякий раз, как случится, умножится в нас лукавым помыслом, ввергнем в среду их призываний Господа нашего Иисуса Христа. И тотчас увидим, что они начнут рассеиваться, как дым в воздухе, как научил нас опыт. Когда после этого ум останется один без помыслов смущающих, возьмемся опять за непрерывное внимание и призывание. Так будем поступать всякий раз, как потерпим такое искушение. Как невозможно нагому телу выйти на войну или переплыть в большое море в одеждах, или жить не дыша. Так невозможно без смирения непрестанного моления ко Христу научиться мысленной и сокровенной брани и искусно преследовать ее и пресекать. 100. Опытнейший в делах великий Давид говорит ко Господу, державу мою к тебе сохраню. 58.10. То есть к тебе обращаюсь за помощью. Так и сохранение державы сердечного и мысленного безмолвия, от которого рождаются все добродетели, бывает в нас от содействия Господа, давшего нам заповеди, и отгоняющего от нас, когда непрестанно призываем его непотребное забвение, которое более всего губит сердечное безмолвие, как вода огонь. Поэтому не предавайся, монах, сну от нерадения на смерть себе, но именем Иисусовым бечу и супостатов и сие имя сладчайшее, как сказал один Григорий Богослов, мудрый, да прилепится дыханию твоему, и тогда узнаешь ты пользу безмолвия. Когда мы недостойно сподобимся со страхом и трепетом причастись о божественных и причистых тайн Христа, Бога и Царя нашего, тогда наиболее покажем трезвение, хранение ума и строгого внимания. Да огонь сей божественный, то есть тело Господа нашего Иисуса Христа, потребит грехи наши и наши малые и большие скверны. Ибо входя в нас, оно тотчас прогоняет из сердца лукавых духов злобы и отпущает нам прежде бывшие грехи. И ум наш тогда оставляется свободным от беспокойной докучливости лукавых помыслов. Если после этого, стоя у дверей сердца, будем тщательно сохранять ум свой, то когда опять будем сподобляться святых тайн, божественное тело более и более будет просвещать ум наш и делать его блестящим подобно звезде. Забвение обыкновенно погашает хранение ума, как вода погашает огонь. Но непрестанная молитва Иисусова с неослабным трезвением в конец испаряет его из сердца.